Легендарный танк Т-34, который воевал на фронтах Великой Отечественной, впервые станет участником парада победы в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам детской школы телевидения сообщил губернатор Валерий Шанцев. Вместе с детьми глава региона смотрел экспозицию под открытым небом у Зачатской башни. В трудные годы войны этот патефон служил верным фронтовым товарищам. Любимые мелодии позволяли забыться на несколько минут. Теперь он создает настроение в преддверии праздника. Чем ближе к 9 мая, тем сильнее ощущается дух победы. Солдаты завозят машину, кругом техника той эпохи. Здесь царит атмосфера военных лет. Прогуливаясь по экспозиции под открытым небом у Зачатской башни Кремля, Валерий Шанцев раскрывает детали предстоящего праздничного парада со всем юным корреспондентом. В этом году будет более масштабный парад победы. Будет порядка 1200 военнослужащих участвовать, 55 единиц техники. А вот необычно, правильно подметил, будет участвовать в параде настоящий танк Т-34, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Он уже здесь, проходит репетиции. По площади Минина нарезает круги. Все, он проедет около полутора километров. И самое главное, что этот танк был выпущен у нас здесь, на заводе Красная Сормова, последним. И где-то 6726-й танк. Вот сколько таких танков выпустили здесь, на Горьковской земле. И этот танк, его признали одним из самых лучших танков времен Великой Отечественной Второй мировой войны. Вспоминает Валерий Павлинович о своем отце, прошедшем всю войну. Начинал ее пулеметчиком, потом был кавалеристом, потом освоил противотанковое ружье. В память о погибших на фронте по городу пройдет Бессмертный полк. Корреспондент Артем уже готовит портрет прадеда, который будет нести нашествие. А сегодня узнал, что губернатор тоже будет участвовать. Он рассказал нам очень много всего интересного. И то, что он будет участвовать в акции Бессмертный полк, понесет портрет своего отца. Который тоже прошел всю войну, как и мой прадед. И я, кстати, тоже буду участвовать в этой акции со своей семьей. В этом году в параде примут участие полторы тысячи человек и 50 единиц военной техники. Танки Т-72, БМП и БТРы. Реактивная система с залпового огня. Град и ураган. Я очень этому рад. И вся общественность, что возродили военный парад. И, конечно же, поддержка областной администрации в лице губернатора дорогого стоит. Так как все-таки получить разрешение у главнокомандующего о проведении такого. И, как вы знаете, мы с вами бываем на этих парадах. Насколько это проходит и с исторической достоверностью, и с использованием современной техники, и военной, и Т-34, и ракетный комплекс «Синкадер-РМ». Это все, конечно, потрясающе. Вениамин Архангельский собрал на выставке не только военную технику. Здесь и ретропродукция Горьковского автозавода, и зарубежный автопром. И не назовешь их экспонатами. Все они – наша история.